Новые квадрокоптеры поступят в центры дополнительного образования восьми муниципальных образований Курганской области в рамках проекта «Взлетай». Руководители и педагоги пройдут специальное обучение в детских технопарках «Кванториум» в городах Курган и Шадринск. В дальнейшем обучаться управлению беспилотников смогут и воспитанники учреждений дополнительного образования. В Кургане детская школа искусств номер 4 торжественно открыла двери после ремонта. Школа входит в топ-50 лучших школ Российской Федерации. В ней учатся 600 учеников. На обновление здания был выделен бюджет в размере 10 миллионов рублей. Школа также получила полтора миллиона рублей на внутренние нужды. Были закуплены новые музыкальные инструменты. Также планируется дополнительно выделить 1 миллион рублей на ремонт сквера при школе. В Екатеринбурге состоялся финал первого всероссийского марафона под названием «Биатлон в школу, биатлон в колледж, биатлон в ГТО». Соревнования собрали около 600 участников. Город Курган представляли два образовательных учреждения – школы номер 75 и 17. По итогам состязаний курганские школьники одержали победу в различных дисциплинах. В Кемерово подвели итоги Кубка России по гиревому спорту. 150 спортсменов из 27 субъектов РФ приняли участие в соревнованиях. Иван Самочернов из Каргополия одержал победу в двоеборе в весовой категории 85 кг. В Курганской области полицейские стреляли по колесам преследуемой машины. ВАЗ-21102 двигался с неисправными осветительными приборами. Требования полицейских остановиться гражданин проигнорировал и попытался скрыться. Началось преследование. Двигаясь на большие скорости, нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения. Автоинспекторам пришлось принять экстренные меры для остановки легковушки. После принудительного выстрела вверх злоумышленник лишь увеличил скорость и продолжил движение. Тогда полицейский несколькими выстрелами повредил заднее колесо его машины, что привело к остановке транспортного средства. За рулем находился 29-летний местный житель. От прохождения освидетельствования он отказался. Мужчине назначено 10 суток административного ареста. В отношении него составлено 5 административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения. Курганские танцоры вернулись с медалями с всероссийских соревнований по танцевальному спорту. Отличные результаты показали Андрей Бессонов и Ева Немирова. Пара из клуба Art of Dance, детско-юношеской спортивной школы номер один города Кургана. В двоеборье ребята заняли первое место из 46 пар. В латиноамериканской программе первое место из 49 пар. В европейской программе второе место из 45 пар. Врачи назвали продукты, улучшающие работу мозга. Для главного органа важен питьевой режим и продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Это жирная морская рыба, грецкие орехи, сливочная, а также растительные масла, богатые полезными жирами. На мыслительную деятельность также благотворно влияют грецкие орехи, брокколи и цветная капуста. В рейтинге продуктов, отрицательно влияющих на умственную деятельность, лидирует алкоголь, жирная и жареная пища, а также сладости. Каждый третий россиянин не планирует покупать автомобиль. 31% респондентов не намерены покупать машину в будущем. При этом 10% из тех, у кого нет и не было автомобиля, планируют приобрести его в ближайшее время. В большинстве своем россияне покупают автомобили не реже, чем раз в 6 лет. Всю жизнь на одном автомобиле ездит почти каждый четвертый россиянин, 24%. Каждый год покупает новый автомобиль менее 1% россиян. Власти Курганской области предложат врачам платно принимать пациентов в государственных больницах. Это сделано для того, чтобы врачи не работали в частных поликлиниках. Им будет предложено ввести платный прием в нерабочее время в своем кабинете. Врачи будут получать процент от платы за прием пациентов. При необходимости будет увеличена стоимость услуг. Нововведение не коснется врачей, оказывающих в частных клиниках ту помощь, которую не получить в полном объеме в государственных больницах. К таким услугам относится в том числе помощь в областях флейбологии, эндокринологии и стоматологии. В Шадринске ремонт школы номер 8 оценили в 68 миллионов 200 тысяч рублей. Здание капитально отремонтируют в рамках реализации государственной программы развития образования. Работы пройдут с 18 марта следующего года по 1 июля 2025 года. Они будут профинансированы за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Пенсии неработающим пенсионерам в следующем году могут проиндексировать на 7,5%. Пенсии готовятся повысить согласно уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономразвития Российской Федерации. Таким образом, в результате средний размер страховой выплаты составит 23 400 рублей. Отстрел косули может стоить жителю Щучья двух лет свободы. В лесу на территории Чумлякского охотхозяйства застрелили сибирскую косулю. Полицейские задержали 67-летнего местного жителя. Материальный ущерб от противоправных действий составил 40 тысяч рублей. Автомобиль, оружие и незаконно добытое мясо дикого животного, у гражданина изъяли. Возбуждено уголовное дело, нарушитель может провести за решеткой до двух лет. Зауральские велосипедисты за один день посетили пять музеев. Акция под названием «От музея к музею с велокурганом» была организована Курганским велоклубом. В рамках акции участники, передвигаясь на велосипедах, посещали музеи Курганской области. Закончилось мероприятие в Музее истории города Кургана. В России после 2025 года резко вырастет объем устаревающего жилья. Речь идет о так называемых хрущевках и девятиэтажках, которые массово строились в 60-70-х годах. К 2040 году количество устаревшего жилья в России составит 216 миллионов квадратных метров. Это связано с тем, что дома, возводившиеся в первые и второй периоды индустриального домостроения, начнут достигать условного срока предельной эксплуатации. Нетрезвый водитель из Новосибирской области пытался откупиться от курганских автоинспекторов. На территории Китовского округа инспекторы ДПС остановили грузовик. Водитель транспортного средства оказался пьян. Желая избежать наказания, он предложил сотрудникам ГИБДД 30 тысяч рублей. От получения взятки инспекторы отказались и сообщили об инциденте в правоохранительные органы. В Курганской исправительной колонии номер один провели соревнования для кинологов со служебными собаками. В разных номинациях победили сотрудники отдела конвоирования Наталья Булкова с бельгийской овчаркой Орни и сотрудник Курганского СИЗО номер один Александр Новгородов с немецкой овчаркой Флорой. Орни стала лучшей среди собак разыскного профиля. Флора обошла других собак, ориентированных на поиск взрывчатых веществ. Сейчас победители будут готовить к всероссийскому чемпионату. В Кургане с 1 октября цена на проезд вырастет до 32 рублей. Это связано с ростом расходов на запчасти, топливо, системы видеонаблюдения и безопасность. Экономить на поездках можно будет используя единый проездной, карты кузнечик и другие абонементы. Кроме того, сэкономить можно с помощью приложения «Карты Мир», загруженной в смартфон. В Тюмени прошел открытый турнир по боксу среди юношей 2007-2008 года рождения. Высоких результатов добились боксеры спортивной школы Олимпийского резерва номер один. Две золотых медалей у Евдокимова Егора и Вениченко Егора. Ребята тренируются под руководством Емельянова Андрея. В Солнечногорске прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою. Курганские рукопашники завоевали две медали. Первое место у Юрия Архипова из центра «Мостовик», второе у Анастасии Важениной из спортивной школы Олимпийского резерва номер один. В Заурале в 2036 году возможно будет проживать 706 633 человека. Такая цифра заложена в расчетном прогнозе региональной программы по повышению рождаемости в Курганской области на период до 2026 года. Последние данные статистики свидетельствуют о том, что жителей в Заурале становится меньше гораздо быстрее, чем прогнозировали специалисты. В Курганской области прошел всероссийский экологический субботник под названием «Зеленая Россия». В субботнике приняли участие сотрудники органов исполнительной власти – МЧС, МВД, Росгвардии, прокуратуры, Росприроднадзора, а также представители коммерческих организаций. 240 зауральцев убрали 60 гектаров китовского леса вблизи дороги Курган-Половинная. Чаще всего в кустах и траве встречались изделия из пластика, строительный мусор, битое стекло. Все, что ухудшало экологическую обстановку, погрузили в мусоровоз. Всего в этот день участниками акции было собрано более 100 кубов мусора. Вывоз и прием собранного мусора организовали компания «Чистый город» и муниципальное предприятие «Шуховский полигон твердых бытовых отходов».